Повысить правовую грамотность в сфере ЖКХ, научиться добиваться от управляющей компании выполнения обязательств, правильно заполнить все документы или провести собрание жильцов. Региональный проект «Мой дом» продолжает помогать жителям многоквартирных домов в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Проект создан по инициативе губернатора Самарской области, секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Потому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более 200 таких встреч. В них приняли участие порядка 7 тысяч активистов. Одна из таких встреч прошла в Кировском районе Самары. В первую очередь глава города Елена Лапушкина и глава района Игорь Рудаков объехали территории, откуда поступали обращения. Так жильцы дома по улице Старозагора 267В просили оказать содействие в ремонте внутриквартального проезда и тротуара возле 77-й школы. В зимний период, например, тротуар образовывается колея, то есть детям невозможно пройти к школе. Зачастую автомобилисты нарушают скоростной режим, то есть совсем небезопасно находиться здесь в настоящее время. И многие жители просят организовать здесь благоустройство. Уже в этом году вопрос будет решен. До того пересечения полностью, до того пересечения. Значит, мы схему уже согласовали, Харпыч по знакам все согласовал, объем работы есть, все посчитали. Короче, тротуар делаем в границах заборы стандартной нормальной ширины. Дальше свободную часть парковочный карман. Аналогичным вопросом обеспокоены и жильцы домов на пересечении улиц Черемшанской и Пугачевской. В нашем микрорайоне нет въезда со стороны перекрестка улиц Пугачевской и Черемшанской. То есть родителям школы 50-й, садика 462, чтобы отвезти детей, приходится делать огромный крюк. Вопрос также решится в ближайшее время. Дорогу к школе проложат уже в этом году. Работы идут. Сейчас городские власти сносят незаконные гаражи. Следующий этап – прокладка дороги и обустройство тротуаров. Сегодня мы увидели, что, конечно, крайне неудобный подъезд и подход тротуара к школе 77. Посмотрели, какую схему разработали, посмотрели, сроки выполнены. К первому сентября успевают. И поэтому будет достаточно места и для парковки машин, и машины не будут мешать проходу детей и родителей к этой школе. Следующая территория – это такой получастный сектор, где тоже есть вопросы по подходу непосредственно к школе, где тоже возникают вопросы по асфальтировке. Конечно, там нужен тротуар. Посмотрели, что можно сделать, какие правильные решения приняли. Также глава города осмотрела территорию рынка в 15-м микрорайоне и улицу Енисейскую возле парка «50-летие октября». Итоги объезда Кировского района подвели на семинаре с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Мы встречаемся в рамках проекта «Мой дом», который в свое время инициировал и запустил в жизнь губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Действительно, очень много в рамках этого проекта уже сделано. Но, тем не менее, жизнь не стоит на месте. Возникают новые вопросы, и у нас возникают новые ответы. Нам бы очень всем хотелось, чтобы вы действительно как можно активнее в этом проекте жили, существовали, задавали нам вопросы. И все это для того, чтобы и ваши дома, и ваша жизнь стала намного комфортнее. Эффективное управление многоквартирным домом – задача непростая. В помощь председателям МКД запустили ресурсные центры, где ведут работу по приему жителей и консультированию инспекторами госжилинспекции. А современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. На территории всех муниципально-внутригородских районов будут создаваться центры поддержки актива МКД. Для чего эти центры? Каждый активист может прийти по указанным адресам. Естественно, график работы все это флайером еще также будет доведено. И мы там будем обучать и подсказывать. Администрация города оперативно отрабатывает все обращения самарцев, поступающие в соцсетях через Центр управления регионом Самарской области и Муниципальный центр управления. Большой объем обращений касается сферы ЖКХ и управления многоквартирными домами. Поэтому встреча прошла в формате «Вопрос-ответ». Выход из подъезда всего тут 7 метров. На детскую площадку дети бегут. Мы просили установить как называемый лежачий полицейский. Вот эти асфальтирные неровности нам администрация установила. А знаки о том, что они есть, их нет. Представитель департамента транспорта заверил, что предупреждающие знаки появятся в июле. Несколько вопросов касались ремонта дорожного полотна. Пугачевская, 19, Крылова, Светлана Владиславовна. У меня такой вопрос. Когда будет восстановлен пешеходный тротуар от проспекта Металлургов по Пугачевской до остановки Хлебзавод? В настоящий момент работы ведутся по нечетной стороне. По Пугачевской от Победы до Металлургов. Прошли уже один квартал с демонтажом до конца июля. Мы по нечетной стороне, которая прилегает к садику, восстановим в полном объеме. Кроме того, в этом году полностью приведут в порядок улицу Магистральную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». В течение двух недель отремонтируют улицу Земица. Улицу Алма-Атинскую от Московского шоссе и до улицы Олимпийской включат в план ремонтных дорог на следующий год. Сейчас там идет масштабная перекладка труб. Многие вопросы касались благоустройства. Победы 145. Это вечерняя школа, там раньше была восьмая, единственная в городе Самара. Судьба какая будет у нее? Действительно, в связи с приостановкой образовательного процесса как школой, в настоящее время рассматривается возможность провести ремонт и вернуть здание обратную систему, как детский сад. Также на встречу поднимались темы озеленения и содержания озер. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, которым жители района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Все вопросы в адрес городской администрации взяли в работу. Ольга Волкова, Николай Епифанов. События.